При виде этого автомобиля у меня просто слезы на глаза накатились, серьезно. Но, ребят, слезы ностальгии, и это важно. У меня был такой цепатый Ситрайн рестайли. Где-то у меня был два года. Это были очень интересные времена, о которых вспоминаю, приятные. Блин, мгновения были. И, конечно же, машину тоже вспоминаю приятные. Единственная разница, у меня был 2.0 дизель. Но лучше бы у меня был 2.0 бензель, вот отвечаю. Потому что дизель-то 2.0 хороший. Валит он, конечно, знатно. Но как он мне делал мозг? 10 лет, друзья, у меня были дизеля. И больше все дизели не куплю никогда. Наелся, хватит. Старые дизели я не хочу, поэтому топлю за бензин. И еще ни разу не пожалел. Максимум, что я менял в бензиновом движке, это свечи и фильтр. Все. А вот о всех автомобилях раньше узнавай в телеге. Ссылка в профиле. Там же и каталог всех наших автомобилей. Итак, возвращаемся к нашему обзору. Ц5-2600, 1.8 бензин по приятной цене 5700. На самом деле для него это хорошая цена. Учитывая, что это даже не D-класс. Прижайший конкурент это было 407-е Peugeot. Но 407-е это именно D. А Ц5-й это такой D+. Это между D и E. Потому что он больше 407-го Peugeot. Комфорты, сферы, гидравлика. Вся эта радость. Дает непередаваемое ощущение устойчивости автомобиля на трассе. Можно поднять, переехать любую лужу, палку. Блин, это пригождалось и неоднократно. Более того, Ц5-й в рестайле, он уже не такой верблюд, как предыдущий. Мне предыдущий кузов вообще не нравился. Вот в рестайле мне понравился, вполне зашел. И глядя вокруг него, смотрю, ну вот, смотри, да. Ржавчины нет, жуков нету. Потертости нет. Кузов, вот, не хороший. Лесятку, что не хватает. Но, опять же, это расходник, это не обращаем внимания. Будучи владельцем Ц5-го, зная все его плюсы и минусы, могу сказать, что этот экспонат, он склоняет к покупке, честно. Вот, хожу, брожу, пытаюсь найти какой-то недостаток. Я его здесь не вижу. У рулевки все нормально, по сферам все нормально, по движку хорошо, по подвеске нормально. То есть, сел, поехал, купил, катайся, как бы, и забот не знаю. Обслуживать его на данный момент не надо. В каких-то заменах он сейчас совершенно не нуждается. Давайте покажу еще салон. Чем круче 5-й, это лифтбэком, ребята. Давай, мамаджан. И тут тебе на барашка положить можно, отвезти, не знаю, на шашлык, там его с ним что-нибудь, ну, вы поняли. Класс. Сзади здесь место, можно сесть с одному, посадить сзади двух девочек, поставить на коленки стол шампанское, и девочки еще обнимут. Вы меня поняли. Но самый клондайк, это за рулем. Это, блин, вот тут вот прям песня. Здесь поистине рай для водителя. Настолько большое пространство, все такое мастодонское. Ты едешь. А повторюсь, у нас же есть гидравлика. Сферы классно держат дорогу. На любом завороте она прям как на рельсах заходит. И ты так жам, 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 жам. А ехать она может, она валит. Хорошая музыка. Климат без проблем всегда был. Механика эта надежная. Ну, каеф, ребят. Ц5-й есть. Ц5-й это, наверное, один из лучших. В принципе, Ситроэнов, который только когда-либо выходил в мире за всю жизнь. За такие деньги взять такой автомобиль, я считаю, это очень хорошее приобретение. Но получается, автомобиль очень высокого класса. Престиж класса. В хорошем состоянии. На бензиновом двигателе, что плюс. Рекомендую, господа. Автокаус Гранд это для людей. Продолжение следует.